Бежала за мной и рыдала, мамочка, что случилось? Я говорю, Ариша, тут перекрыли дорогу. Выезжать, что вы тут в концерт устраиваете? Да не можем, мы пешком, там узаки, там все. У меня двое маленьких детей. Вот это про меня история. Тут все неправильно, понимаете? Вот быть героем своего романа не значит. Бороться со злодеями или забираться на горы. Это значит победить все хамство в твоей жизни, чем бы или кем бы оно ни было. Надо что-то с двумя штучками припирать сюда. Ну мы не приперлись, а пришли, да, спасибо большое. Но мы все-таки надеемся, что все народ будет адекватный, поэтому взяли две штучки на всякий случай. Не тротуар. К сожалению, это не тротуар, а что же это? По? По вообще закону, вы знаете о тротуаре? Закон о тротуаре? Что-то новое. Где тут главное написано? Где знак? Ааа. Я кому помешаю? Конечно, вот смотрите, в данном случае мы идем, женщина идет с ребенком, вот идут женщины, все вас отходят. Я согласен. Так, Москве, по всей стране. Здрасте, у нас везде где проезд, запрещен, там весят знаков. Ты лучший! Двадцать третий вторник, опять Зеленодульская улица. Или снова, может снова? Может снова, может опять. И мы сегодня снова звоним полицейским, и они снова не приезжают, да? Или приезжают и уезжают. Для галочки отметились и уехали. Ну, надеемся, что нам с другой сменой повезет лучше. Сегодня будут более адекватные сотрудники. Доброе утро. Я нахожусь сейчас в районе Кузьминки, это Зеленодульская улица, 32, корпус 2. Массовая езда по тротуару, объезжают водителя пробку. По тротуару, да, вы сказали? Да, 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 прям массовая езда. Здесь пробка, Зеленодульская улица стоит, машины в пробке на проезжей части. И люди объезжают ее по тротуару, прям расталкивая пешеходов. Скажите, у вас про меня? Бунин. И телефон ваш. Все, я сейчас передаю информацию, до свидания. Все, спасибо большое. Слушайте, ну вот сейчас мы с ребятами шли, так скажем, из двора. Вот, и за 15 секунд я увидел 5 автомобилей. Это просто трабл, полный трабл. Да, наше полусверное место, но оно, в принципе, тоже не мешает людям съезжать с тротуара вот здесь. На землю. Стикерочек готов, да, если что? У нее гибрид не только машины, но и в голове, походу, полный гибрид. Я думаю, у него уже сели аккумулятор давно. На, может быть, да. Далеко? Можно пройти, я на работу опаздываю. Опаздываю, упустите, пожалуйста. Вот, мужчина, вы тоже опаздываете? Я на работу опаздываю. На завод и вару. Ну вот, не знаю, я из вас готов только вам уступить, чтобы вы прошли. Нет, вы проезжайте, пожалуйста, назад, пешеходы, я не знаю, как можно заехать на тротуар и говорить, что вы опаздываете. Но мы на тот свет не опаздываю. Нет, нельзя тихонечко. Нет, вы всегда здесь нарушаете. Мы здесь вас не первый раз видим. А, мы на мираж шелкаем. И потом сверяем, кто у нас. Да, конечно, нет. Извините, не буду больше, что-то решать. Да, я не верю, если честно. Ну, потому что вы здесь не первый раз едете. Ну да, опасно. Ну как так? Ну вы едете по тротуару, вопрос резонный. Вы мешаете? Ну и что, я уже отвез. Можно я на работу опаздываю? А? Можно проехать? А, ну вот, я думаю, приоритет все-таки у него. Опаздываете, да, на работу? Ну вот, и... Я на правах. Ему, и ему, видимо, нужнее. Ну ладно, я понял. Все, и мы тоже поняли назад. Все, мы уперлись, явно приоритет у нас. До свидания. Да-ка, вы одно и то же все говорите. Знаете, сколько здесь сейчас детей уже? Вон, все везут детей. Все, я понял. Все, и мы тоже поняли. Назад. Неужели мы вам дадим проехать свой длинный тротуар? Дима, неинтересно. Ему главное свое чадо довезти. Ну да. И наплевать. Ну это аргумент, что я этот, опаздываю. Опаздываю. Опаздун? Не говори. А вы куда? Понял. Еду назад. А почему? Почему назад? Я не понял. А почему он назад-то едет? Я его назад не прогонял. Странный человек. Я просто подошел спросить вообще за L200. Как вообще автомобиль по надежности, по году выпуска, по расходу. Мужчина просто сказал, все понял, еду назад. Вот почему. Молодцы снимаете с тем, кто туда ездит. Но вы понимаете, что за счет тех людей, которые пробку объезжают, страдают те, кто везет детей в школу. Тут Зеленодольская стоит. Мы иногда, вот я честно, я вот стою у боллинга иногда. А вот из этих козлов, которые пробку объезжают, я ребенка должна в минус 20 везти вот отсюда вот. Вместо того, чтобы вот проехать лишние вот... Ну, это вопрос к ним, на самом деле. Вы проехали за этим тротуаром. Это не тротуар, съездят все. Ну, уже все, сбили пешехода. Вот теперь ждем ДПС, и вы им все то же самое расскажете. Слово в слово расскажите сейчас сотрудникам ГИБДД. Езжайте, вас найдут и вправо бежат. Давай, я позвоню. Ну, все тогда. Извините, пожалуйста. Здравствуйте, улица Зеленодольская. А вы куда едете по тротуару? Это не тротуар. Да? Ну, вот вы, это женщина из коляска. Естественно, так и написано. Отойди, вон, написано внизу здесь вспомогательный. Что? А где написано здесь, что это тротуар? Не кричите, я вас слышу. Короче, где? Я вас слышу. Я передаю вам. Он говорит, где написано, что здесь тротуар? Что передать? Как минимум, бордюрная камера. Что передать ему? Здесь машины эвакуируют. Здесь машины эвакуируют. Что передать ему? Значит, здесь можно продолжение движения. Значит, здесь можно продолжение движения. пристегнулся а пристегнитесь вам передали все пристегнитесь и телефон уберите от уха вам передали пристегнитесь и телефон от уха до уха а вы я не пойму как можно у нас 8 утра спрашивать мы идем по тротуару и что мы творим а вы что вы творите то есть если я здесь когда предпринимать и в магазин машину паркую приезжают и вообще от барắc каак нельзя потому что здесь повторность второстепенно часть дороги для проекте про ее проезжей части слушайте я машины эвакуирую вы прав actual duties хорошо знаете достаточно оставить нате аппарате нет артур и определение тротуары знаете правила правила нету тротуара нет друзьяся кирилл оказывается нету закон знак тротуара в правилах нету определение тротуара. А знака тротуара нет. Выкидите свои водительские удостоверения, сдайте его, не позорьтесь. Я смотрю, вы даже не водитель. Я? Ну конечно, конечно. Откуда вы что? Нет, не в коем случае, просто кивай, кивай и улыбайся. Все правильно. А вы что, можете ехать на ладе? Вот и все. Мы с камерой, вы на ладе. Да. У меня нет водительских удостоверений, а вы на ладе. Ну как бы да. Я с утра гуляю, а вы на ладе. Я сейчас не укор нашему автопрому. Просто, ну понимаете, когда говорят чушь, то и хочется в ответ сказать такую же чушь. Тысяча человек и ребенок в школу. Я тебе говорю, я была не права конкретно. Я тебе предлагаю отвезти тебя в Трахун, мы сделаем тебе снимок. Мы уже сейчас приедут. Я предлагаю сама тебе отвезти в Трахун, сделайте снимок, если нужно там оказать помощь, привезу тебя домой. Я вернулась, я извиняюсь, как бы я без проблем. Я реально понимаю, да, что я не права, и поэтому я это, ну я перед тобой извиняюсь. Я тебе предлагаю оказать помощь, если нужно. Ну я уже отсюда не отъеду, потому что сейчас приедет скорая, а я уехаю. Ну давай, слушай, я тебе предлагаю отвезти тебя лично в Трахун, в машине. Мы сделаем, посмотрим снимок и сделаем, посмотрим. Я думаю, мы полицию дождемся лучше просто. Ну просто смотри, короче, я нормально предлагаю, без всяких наездов, как бы. Ну я вижу, что вы вроде нормально. Я просто говорю, ну я просто реально, ну так и вышла, я реально понимаю, что я не права тогда, просто, ну, в дальнейшем я здесь, конечно, не буду. Давай съездим, посмотрим, что у вас посмотрим, как это вообще. Ну нам сейчас полиция отзвонилась, что они едут, спросили, уточнили адрес. И скоро они вас смотрят, и все. Я как бы, ну, по-нормальному пришла. Ну я понимаю, но лучше, конечно, по-нормальному изначально избегать подобных ситуаций. Было бы замечательно. Это без проблем, если вы снимаете это для Ютуба, для ТикТока, я понимаю. Нет, не для ТикТока, но для вас. Я понимаю. Знаете, как учебное пособие. Видите, что творится. Видите, что творится. Здесь вакханалия творится, на самом деле. Люди настолько просто, ну, плевут. Нет, ну, короче, давайте вы ждите полицию, а мы поедем на смартфон. Нет, я сейчас скоро приеду, как, понимаете, сейчас скажут, скоро вызвали, и я уехал. Ну да. Вот так вот постоянно бессовестно едут, согласен полностью. А вы все равно едете, то это что, улицу, что ли? Шоссе? Да, конечно. Вы нарушаете. А мы нарушаем, идем по проезжей части, верно? Шок. Люди активные, не то что возмущаются, кричат. Плевать. Плевать. А шмар, тут надо поставить, ребята, раньше стояли эти штуки. Никто не ездил, а сейчас... Что-то стояло, да? Да, вот эти... Кулусферы, да? Да, 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 да. Надо сделать, иначе это вообще дети в школе. 11 регион, это что у нас, слышали, Макс? Нет проблем, ребята, я работаю. А, не готова? Давайте, давайте. А кем вы работаете, если не секрет? Кто вы просто, а вы кто? Ну, кем вы трудитесь? А вы кто? А мы это мы, а вы кто? А вы кто? А я вам не обязан отвечать на ваш вопрос. Не, ну вы же сами почему-то сказали, что вы работаете. Я поинтересовался. Так, секундочку. Его фары слетят от меня. Так, подожди секунду. Давай логически размышлять. Человек вышел из автомобиля с канистрой. Значит, он либо... Акцент на сажение? Нет, он либо производит незамерзайку, либо он ее пьет. Ну, как бы, да, либо он ей торгует, да. Как бы, либо производство, либо продажа. Кто-то с кошельком, а человек с незамерзайкой может постоянно. Или розничная, ну да, наверное. Друзья, теперь вопрос за натакам. Чувак выходит со словами «я работаю», держит в руке канистру, буквально 15 секунд с незамерзайкой, точнее бутыль, и садится в автомобиль. Что это было? Вопрос, с кем он работает? С кем он работает? Ваши варианты пишите в комментариях. Я знаю, кем он работает. Он работает в цирке, глотатель незамерзайки. Глотатель просто, только что. Они замерзайкой смазывают гланды, чтобы взять кем наклоны. Просто глотатель. А нам нельзя на тротуаре стоять? Слушайте, вы не представляете, какой я испытала стресс. Мой маленький ребенок, она бежала за мной и рыдала. Мамочка, что случилось? Я говорю, ариш, перекрыли дорогу. У меня вот там школа находится, я никак не могу проехать только так. Как? Я никак, я клянусь. Как это? Проезжая часть у вас. Как? Да ты знаешь, что она на полчаса, эта пробка, ну ты не представляешь. Раньше вы езжать, что вы тут концерт отправили? Да не можем и пешком, там языки, там все. Я из котельников еду, я в 6 утра стою. Ребят, я опоздала на работу, я везде. Да я не против, ну повесьте знак, ну предупредите, вы не поверите. Да, и знак поможет вам быстрее добраться до детской сады. У меня школа вот здесь. Ой, до школы, быстрее. Смотри, я не могу к ней подъехать. Как я должна? Машину поставьте и пешком дойдите. И пешком? Да, да, все. А как у вас мама в детстве? Концерт закончен, все. Я в 6 утра встала, хочешь я покажу, где я, когда встала? Я без 10-6. У меня двое маленьких детей, у меня работа, я живу в котельниках. У меня один огромный, хрустый женат. Ничего страшного, я всегда, я вот так аккуратно. Я просто не представляю, у вас есть работа или что? Чем вы здесь занимаетесь? У нас есть работа проводить кастинг. Приходят к нам молодые актрисы и пытаются вот взять эмоционально нас. Я не молодая актриса, я тебе могу визитку показать. Я работаю в медицинской компании. Все у меня прекрасно вообще. А можете назвать компанию, чтобы мы запросы туда сделали? Да, сейчас я назову, чтобы вы меня потом показали. Я тебе просто, ты знаешь, вот мне ребенка жалко, я не против. А вам людей не жалко? Вот едут здесь автомобили, верим, не жалко. Мне жалко людей, мне жалко. Я не могу. Ох, ты бестолковая бабушка, а. Я не против, но повесьте, предупредите, знаки, понимаешь? Мне своего ребенка тоже жалко. Я еще раз спрашиваю. А других не жалко? Вы от этого что, быстрее будете доезжать, куда вам надо? Во-вторых, смотри, пиши куда-нибудь, пиши, я не знаю, чтобы все перекрыли, чтобы что-то сделали. Ну напиши куда-нибудь. Ну не стой ты здесь, господи, и не разворачивай. Мы уже знакомы были, но ты пришли как-то уже. И не разворачивай. Ладно. Там куча нужных материалов, все мы это делаем, мы работаем. Короче, Кирилл, это медприет, это медицинские представители, которые запретили по закону их общаться. Не медприет это. Не медприет это все. Это не медприет, это продажи просто. Мы тогда пока займемся. Оно не нужно, да, вообще никакое. Оно не нужно делать нормальный. Вот человека уже сбили на тротуаре нормально. Вот сейчас, полчаса назад. Так вы же стоите. Ну вот наехала такая же дама, как вы. Как если вы тут стоите? Наехала, газовала. Мы что, мы ей в мозг влезем, что ли, не дадим наехать, что ли? Для чего? Не знаю, я вас отчасти, я прекрасно понимаю, мне жалко тоже этих людей. Я вижу этих баранов, которые сигналят. Я вот честно говорю, я всегда медленно-медленно езжу. Я никогда никого не понимаю. Вот так же, так же медленно едете? Да, вот так вот, за людьми просто. Я понимаю, что они в приоритете, я вообще это прекрасно понимаю. Я вот так же остановлюсь. Вот это про меня история. Я вообще, мне тоже их жалко, жутко вообще. Считаю, что это неправильно. Простите, но это тротуар, это место безопасности для пешеходов. Тут ничего вообще не висит никогда. А что должно на тротуаре висеть? А если я хочу реально к этой школе проехать? Надо повесить, вот просто реально на столбе вздернуть какой-нибудь нарушитель. И будет сразу видно. О, нарушитель, я сюда не поеду. Тут реально к школам приезжают. Это неправильно. Там, знаете, еще там, если вот эта школа, там вообще негде припарковаться. Если ты туда приедешь, то есть единственный вариант, тут и парковки нет. Тут все неправильно, понимаете? Тут нужна подземная парковка. И вообще город не для машин. Не для Москвы вообще. Не для машин. Не для Москвы. Город не для Москвы. Не для машин. Не для машин. Не для машин. Все. Общественным транспортом. Все вынуждает, понимаете? Вот все вынуждает. Ну что мне делать, если я не родилась в Москве, у меня нет квартиры. Вот что мне делать? Вот это все туда, все закручивается. Может быть, там, где родились, место работы найти? Там нет места работы. Вы из России выезжали вообще? Из России? Съездите на Урал. Друзья, давайте я объединю Урал и присоединю его к России. Может быть, таким образом я заработаю политические очки? За пешеходов, конечно, я вас не очень люблю, но за машины реально долбить их нахер. Слушай, за пешеходов не люблю, а за машины ладно. Виноваты не машины, виноваты водители. Бывает, бывает. Бывает. Но они у всех проходят. В общем, рейд наш закончился. Было очень холодно. Сейчас я согрелся. Либо просто я не чувствую уже конечностей тела. Но это не важно. Без всякого преувеличения... Без всякого преувеличения я хочу сказать, что за одно утро на этом тротуаре проезжает не менее 100 автомобилей. Почему я так уверен? А потому что только в одном отрезке пути, тротуарного пути, пока я стоял, наблюдал там издалека, проехало 18 автомобилей. Здесь таких промежутков, участков тротуара. Три тротуара. И в общем, вот, собственно, один из них самый основной, где мы стоим. Там есть еще подальше участок и еще подальше. Вопрос. Приехавшие сотрудники ГИБДД говорят, что жалобы не поступают. Но люди просто молят о том, чтобы им помогли, чтобы что-то здесь сделали и предприняли какие-то меры. Ну, вы понимаете, да, как бы вот люди идут, вот протектор, голубям мешают. Так что я не знаю, на самом деле, как это, никто не в курсе об этой проблеме. Я в курсе, или муниципалитет, в курсе, или полицейские, ГИБДД. Но мы-то в курсе. Нам почему-то пишут, мы в курсе, ГИБДД не знает. В общем, друзья, пишите свое мнение, что вы думаете о тех, кто нарушает. И уж тем более, также оставьте свое мнение о тех, кто должен знать, что происходит на веренной им территории. До свидания.